всем привет дорогие друзья сегодня хочу вам показать что я получила сайт алиэкспресс много интересного нержавеющая фурнитура много хорошей ну и в конце покажу уже натуральные камни какие я купила сначала я хочу показать вам вот эти два фломастера я предыдущем видео немного показала но сейчас расскажу что я уже попыталась сделать что-то покрасить этими фломастером я показала вот этот кабошончик я покрыла именно золотым цветом но как видите здесь у меня такой золотой цвет более красноватый называется вот мог gold а там четыре по моему цвета разных золотых и я немного промахнулась хотела именно прям золотой золотой цвет чтобы был и я уже выписала золотой такой посмотрим какой будет оттенок в этот раз какое выписала ну а серебряный он один был и он очень классный я вот попробовала серединке по этой основы покрасить вот посмотрите и надо конечно дать высохнуть чтобы это все не красилась здесь я очень быстро нанесла фломастером все закрасила потом не дала высохнуть а надо высохнуть часа три чтобы уже не прилипала к рукам и потом я покрыла цапун лаком час прошел она липнет к пальцам я испугалась взяла покрыла лаком но надо высохнуть дать и начинается не очень равномерно от цапун лака плыть сама краска вот эта золотая ну ничего я думаю неплохо получилось и я увидела эти два фломастера подумала много возможностей именно вот я покажу например вот фурнитура под серебро такие сердечки очень давно лежат у меня да и они желтеют это я уже почистила салфеткой а вот этот как вы видите он более такой серебряный да и я уже серебряным фломастером покрыла его а этот еще не делала и хотела показать вам разницу и вот эти вот все витки сердечки точечки я вот так вот фломастером и покрыла сейчас я покажу вам немножко как он работает здесь тоненькая сама как грифель тоненький видите да там можно по-моему еще купить потолще это у меня серебряный цвет вот смотрите надо когда только получили надо вот так я сама не могла понять как он пишет потому что краски еще не было в грифель и надо нажать и тогда она будет стекать и конечно нужно перед работой его вот так вот и чтобы краска там равномерно наверное она стала и вот так вот он рисует на бумаге как видите вот так покрывает вот смотрите видно вам ну и сейчас я немножко покажу как я делаю я думаю если где-то что-то и вот сразу видно отличается как что-то где-то может быть поверхность повредилась или еще что-то можно подкрасить и золотой сейчас я покажу немножко какой цвет вот золотой я напишу какой я выбрала я цвет вот этот вот видно вам красноватый оттенок цвет такой больше к медному подходит и можно даже затонировать вот я брала филигрань с одной стороны я вот фломастером золотым покрывала и вот так вот сразу надо потереть ваткой или чем-нибудь и можно даже вот так вот состарить или затонировать что-то и также вот серебряным цветом пробовала делать вот так вот он рисует эти полосочки рисовала пробовала и высыхает и тогда уже точно он не пачкается потом уже можно пробовать наверное покрыться пан лаком чтобы точно уже быть уверенным что он не сойдет вот в серединке я покрыла тоже ничего не пачкается вот такой вот вариант помощники можно купить такие фломастеры и что-то покрывать сапон лаком сверху тоже там на странице у поставщика есть видео как можно применить этот фломастер если интересно посмотрите ну а как долго прослужит я не знаю и высохнет он или нет будем смотреть ну здесь достаточно так много наверное краски внутри это цепочки удлинять украшение сзади ставить уже с карабинчиком по пять штук в комплекте продается я выбрала сердечками там можно выбрать подвесочку любую на конце которая прикреплена и здесь маленькие карабинчики и цепочка маленькая удлиняющая и вот с такими наконечниками я взяла подвесочки простые такие и такие же в золотом цвете тоже 5 сантиметров и такая такой же размер цепочки да все такое же вот как видите здесь маленькие карабинчики это конечно для маленьких тоненьких украшений не тяжелых где маленькие бусинки я такие ставлю очень удобно я уже говорила здесь и колечко соединяющие есть которая подсоединить и здесь тоже удобно все есть потом я стала уже искать цепочку побольше так как карабинчики есть большие для уже тяжелых можно сказать украшений потяжелее чем эти будут вот нашла нержавеющая сталь два метра в комплекте и эта цепочка четыре с половиной миллиметра сейчас я покажу вот как они отличаются по размеру видно вам да или не видно вот так это самая крупная по моему было можно и размеры выбрать другие карабинчики у меня есть золотые и нержавейки есть а вот цепочку я вот такую давно искала и цвет приятные я что обратила внимание немного цвет отличается хотя это тоже нержавеющая сталь это более такой приятный цвет золотой прям можно из позолоченной фурнитурой такую поставить а здесь мы знаем что нержавеющая сталь немного отличается от позолота не знаю будет это на камеру видно или нет немного отличается вот такая нержавеющая цепочка два метра хорошее качество мне понравилось на этой странице по моему было и такого цвета стала искать уже цепочку серебряного цвета это тоже нержавеющая сталь и такой же размер цепочки но здесь уже пять метров и дешевле стоит вот что мне понравилось но мы знаем что нержавеющая сталь золотом цвете всегда дороже и я нашла вот такую и недорого стоит и здесь пять метров надолго хватит вот здесь и карабинчик побольше можно поставить и сразу я заказала и карабины карабинчики тоже из нержавеющей стали 15 миллиметров на 9 хорошего качества мне нравятся такие толстенькие пухленькие и вот для такой цепочки как раз будет я думаю хорошо и проходит замечательно по моему размеры можно выбрать разные 10 штук в комплекте вот только 10 всего лишь но хорошее качество вижу сразу невооруженным глазом уже издалека могу определить хорошее или нет это уже восьмерочки много разных покупала здесь сколько 50 штук на этой странице много разных вариантов и по-моему и размеры поменьше были это самый большой 10 миллиметров дело в том что я вот именно вот эти увидела они круглая проволока сама круглая есть немного овальная и поэтому вот у меня бронзовые такие крупные они где-то не проходили в отверстие например да вот такие отверстия есть и вот такие плоские немного восьмерочки они не проходят в отверстие здесь когда я увидела именно вот такой как проволока круглая и тоненькая я думаю это очень хороший вариант много куда подойдет и про будет проходить в отверстие в разные 50 штук на этой странице вот я нашли нарисую напишу какие я именно покупала потому что там много разных вариантов обратите на это внимание когда если будете покупать для себя но а этими восьмерочками кто не не знает можно соединить много что подвесить и кулон и соединить цепочки такие элементы разные зажимаем с двух сторон и просто получается восьмерочка удобно очень еще давайте посмотрим интересные бусинки увидела их и сразу думаю надо брать понравилась форма форма такая как песочные часы напоминает это тоже нержавеющая сталь 7 миллиметров длиной вот так сбоку смотрится сейчас я возьму бусинки и покажу вам что-то у меня были под рукой они и я посмотрела как они хорошо смотрятся с такими посмотрите как здорово смотрятся они с капельками такие проставочные бусинки очень не понравилось я думаю будет конечно же неплохо смотреться и с круглыми бусинками как у меня одна улетела я возьму вот так вот тоже красиво такие универсальные проставочные бусинки подходят на все варианты бусин я думаю как будто двойная шапочка и что мне понравилось 30 штук в комплекте не 10 и 20 а 30 уже хорошее количество так что следующее давайте посмотрим гематитовые бусинки очень заинтересовали они меня когда я их увидела сразу поняла что они мне пригодятся мне понравилась сама форма вот так вот проходит отверстие как вы видите и посередине тоже отверстие видите да там леска проходит ее видно что мне понравилось есть два отверстия посередине и по бокам вот я сняла одну бусинку и знаем такие есть тоже проставочные гематитовые они как волнообразные волной и здесь толстенькая бусинка сама по моему 3 на 4 миллиметра и вот так можно их использовать и здесь же есть еще отверстие правильно и только здесь можно использовать на тросики если собираем украшение потому что мой морепроволока уже не пройдет так как здесь я вставила пин если вы видите и можно использовать вместо бейла здесь можно уже прикрепить или сделать петельку бусинку можно прикрепить сделать петельку и к этой петельки уже подвески посмотрите какой интересный вариант у меня получился это можно между бусин поставить вот например между бусин или даже можно взять пин не с круглой головкой а с плоской чтобы не было видно если кто-то смущается его практически не видно этот шарик и здесь уже сделать петельку и подвески вот много подвесок можно сделать на таких бусинках очень они мне понравились и заинтересовали своей формой видно да вот такие волнистые и на этой странице только один вариант и черные только были были бы золотые цены бы им не было очень понравились еще купила вот такие бусинки 5 штук всего лишь вот показываем там четыре варианта бусин и под разными номерами буква с написано на моем варианте рисунка очень понравились красивые и здесь золото серебром посмотрите какие красивые бусинки здесь сбоку как листики и вот так вот смотрятся они наверно сейчас я попробую надеть мне кажется вот этот рисунок сбоку да такие красивые бывают рисунки которые жалко прикрывать какими-то бусинками но здесь я думаю может быть бусинку поставить какую-нибудь металлическую а потом уже продолжить бусинами хотя и так тоже красиво смотрится рисунок выбрала без всяких орнаментов там были разные рисунки которые к чему-то обязывают я всегда стараюсь выбрать что-то нейтральное потому что не знаешь обозначение этих рисунков обереги или не обереги сейчас вот так посмотрим вот как красиво смотрится да вот такой вот рисуночек простой незамысловатый я думаю здесь просто какие-то как лилия геральдическая похоже бусины очень красивые но пять штук всего лишь в комплекте и можно вот сделать украшение золото-серебро смиксовать вот такие красивые бусинки ну и пока я рассказываю уже краска подсохла более менее но все равно вот сильно потереть вот пальчик немного окрасился надо еще ждать чтобы подсохла ну и теперь давайте бусины посмотрим вот такие бусины 6 миллиметров было написано по моему аквамарин ангелит продавец наверно сам не знает что это такое и вот запутывают нас названиях понятно что это не натуральный ангелит здесь явно видно краску вот такие разводы но все равно я купила такую ниточку сделать тоненькое украшение коротенькое и в этом магазине где эти бусинки я встретила поэтому решила взять она была недорогая неплохой цвет такой имитации аквамарина и размеры по-моему до 10 до 10 миллиметров были бусинки неплохие ой понятно что это что-то тонированное и сейчас еще покажу тонированная вот это точно что тонированная халцедон тонированная это было написано у продавца такие вот нежно-нежно-голубые но здесь они не круглые а уже квадратная форма такая сглаженная квадратная и они все в огранке я померила уже посмотрела более менее ровные и по центру просверлено отверстие вот самое яркое на картинке вот и внутри здесь краска до тонированная видно что это тонированная внутри краска осталось поэтому она самая яркая бусина ну неплохие бусинки неплохие мне понравились можно было пол ниточки выбрать или полноценную нить я взяла 23 бусинки размер 7-8 миллиметров думаю на браслетик мне этого будет достаточно сделать красивый браслет ну и теперь посмотрим бусинки натуральные вот эти четыре камня натуральных я купила в одном магазине ну магазин известные уже на на многие знают приходит все в коробочках запаковано и никогда не разобьется камень и это очень очень удобно давайте посмотрим на нас сначала на гранатик я всегда читаю комментарии конечно это по 2 нити вот такой шикарный гранат в огранке бусинки 4 миллиметра и очень понравились что они более такие прозрачные на свет просто играют играют своим цветом красивым посмотрите не красота же красота и ниточки длинные 40 сантиметров нить очень удобно я думаю по 2 нити покупать так выгоднее выходит вот эти тоже две нити написано что это береза связанные кубики три с половиной миллиметра но я тут вижу что есть кривые не по центру просверлено отверстие но я сомневаюсь что это натуральная береза маловероятно я знаю сколько стоит береза и две нити за такую цену может быть хорошая имитация березы я точно не могу сказать так как определить я не могу натурально это береза или нет хотя отзывы пишут хорошие пишут натуральная береза но не знаю не знаю друзья подсказывайте и посмотрите сколько стоит натуральная береза будет столько стоит или нет но бусинки хорошие ну можно их проставить и не будет этого видно вот этой кривизны немножко желтизной что-то здесь вкрапление какого-то минерала другого ну а так огранка мне понравилось углы заглажены для маленьких тоненьких украшений коротеньких две ниточки я думаю можно здесь даже три украшения сделать если добавить какие-то проставочные мелкие бусинки будет красиво получится три украшения это здорово очень вот такие вот бусины видно хорошего качества бусинки крупные 5 на 8 миллиметров и цвет приятный мне очень понравились в огранке бусинки такие красивые бусины и вот такие вот аметисты видно да есть прозрачная есть и не прозрачные хотелось более такой насыщенный цвет яркие вот типа вот такого но много таких мутных не чистый аметист но и стоимость тоже такая приятная две нити в комплекте я взяла 6 миллиметров бусинки вот есть не прозрачные где-то ну а так все ровненькие отличное качество просверлены ровно нет кривых вот красивая такие мне нравятся чистый цвет насыщенный но я еще купила аметист мне очень нравится так как есть подвески у меня разные и выбрала еще в этом же магазине но уже сагар в огранке когда придут покажу тоже по моему подвините очень удобного в этом магазине по две нити и вот если добавлять какую-то фурнитуру нитки все длинные 40 сантиметров и если делать украшения и добавлять какой-то другой фурнитуры побольше или проставить между ними бусинки позолоченные здесь можно сделать три украшения запросто из двух ниточек красивые тоже понравились размер у меня полу самый маленький можно и 10 и 8 миллиметров выбрать хорошенькие хорошенькие и еще хочу показать вам вот такие вот кусачки встретила на просторах алиэкспресс думаю попробую закажу так как обрезать тросик очень часто я вот такие покупаю ну большие они длинные не имею ввиду посмотрите по размеру как отличаются это малышки прям малышки в руке маленькие всего 9 сантиметров и думаю посмотрю как они будут по качеству очень понравились ровно все 10 отшлифована за . хорошая и я их буду использовать только тросик обрезать так как этими кусачками что я только не обрезаю и постоянно они выходят из строя вот видно если что-то уже потолще какой-то pin толстый из нержавейки и начинают они уже портится затачивать ну невыгодно это дороже стоит наверно чем сами кусачки ну не знаю вот эти посмотрим буду использовать только для обрезки тросика и здесь закрывается вот такая стопорная защита чтобы они не были открытыми такие удобные мне понравились маленькие и понравилось что они тоненькие я уже пробовала обрезать где-то в украшении подлезть очень понравились хорошее качество и были отзывы от мужчин хорошие и вот купила вот такие плоскогубцы приходят они вот в такой упаковке так по китайски все тоже маленький 10 уже сантиметров побольше побольше до 10 сантиметров я увидела лада красовская показывала поэтому я по ее ссылке их выбрала именно загнутые носики нужны были мне так как мои тоненькие очень давно покупала я когда-то их показывала и стали они меня подводить смещаются уже носики когда я что-то закручиваю или раскрываю кольцо у меня смещаются они к сожалению вот так вот видно вам до разные стороны смещаться стали и неудобно это делать уже инструмент выходит из строя бывает и такое вот эти мне понравились очень тоненькие можно между бусин подлезть закрыть кримп сжать где-то в таких местах где никуда не подлезть они хорошо проходят то что тонкий тонкий кончик и но и удобно конечно в руке не знаю как они дальше будут себя вести посмотрим а так в принципе неплохие еще такие хотелось бы конечно внутри видно вам до плоские и с резьбой зубчиками такие же хоть зубчики всегда тоже нужны ну неплохие вот такие инструменты я пополнила свою коллекцию вот такой интересный обзор если вам понравилось пишите комментарии что вам понравилось ну и напишите что-то про бусинки натуральный бирюза или нет все ссылки я всегда оставляю под видео нажимайте еще но у меня много еще интересного впереди много обзоров будет всем желаю творческих успехов выгодных и полезных покупок я с вами не прощаюсь до скорых встреч а